Основные индикаторы экономики останутся в красной зоне. Эксперты описали развитие экономики России на 2016 год. Ненецкий округ стремится уйти от роли сырьевого придатка. Об этом заявил глава региона Игорь Кожин на встрече с руководством агентства стратегических инициатив. Давайте вовлекайте наши населенные пункты, наши шельские поселения, некоммерческий сель. На 1 миллион рублей планируют увеличить бюджет на поддержку НКО в следующем году. В приоритете по-прежнему остаются социально значимые проекты и проекты, несущие реальный вклад в развитие округа. С главными новостями дня в студии Алина Ваучейская. Эксперты описали развитие экономики России на 2016 год. При среднегодовых ценах на нефть на уровне 40 долларов за баррель основные индикаторы экономики останутся в красной зоне. ВВП России снизится на 3 с небольшим процентом. Это реальные располагаемые денежные доходы граждан на 3,3 процента. А инфляция будет довольно высокой – более 9 процентов. К такому выводу пришли эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России и Всероссийской академии внешней торговли. Пессимистичный вариант прогноза. Они заложили стоимость нефти 40 долларов за баррель. Ранее 40 долларов за баррель поместил в центр рискового сценария на 2016 год Центральный банк. Но при этом он не стал раскрывать, что конкретно ждет Россию при таких низких ценах на нефть. Базовый прогноз независимых экспертов, опубликованный сегодня, исходит из 55 долларов за баррель, что несколько выше, чем ожидаемый базовый прогноз Минэкономразвития, который ляжет в основу бюджета на следующий год – 50 долларов за баррель. ВВП останется в минусе, но инфляция снизится в два раза – до 7,7%. Теперь, когда установлена базовая цена на нефть, регионы, в том числе и наш округ, могут приступать к верстке главного финансового документа. Снижать зависимость Ненецкого округа от нефти пока не получится. На сегодняшний день 98% казны составляют поступление от нефтедобывающих предприятий. Но, тем не менее, эту задачу мы перед собой ставим, и мы будем стараться, допустим, эти риски снижать, каким-то образом развивать другое производство. Малым бизнесом, грантами, привлечением, развитием, лизингом, еще чем-то. Но это для нас тяжелая задача. Хотя, по идее, это тоже возможно, но это время требуется. Определенно быстро это не получится. Тем более, когда у нас просто с неба сыпались деньги нефтяные. Мы к этому привыкли. На сегодняшний день из-за недополученных доходов от Харягинского СРП округ впервые взял кредит. 500 миллионов пойдут на покрытие дефицита казны. Он составляет 3,7 миллиарда рублей. При доходной части 16 миллиардов. Расходы составляют 19 с небольшим миллиардов рублей. Ненецкий округ стремится уйти от роли сырьевого придатка к позиции динамично развивающегося региона, который знает свои преимущества и умеет использовать их с умом. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин на встрече с руководством Агентства стратегических инициатив. Стороны обсудили включение округа в рейтинг инвестиционного климата субъектов России и участие региона в инициативах ОСИ. Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в северо-западном федеральном округе Игорь Девятко выразил уверенность, что Ненецкий округ может не только участвовать в рейтинге инвестиционного климата, но и заявиться с очень высокими показателями по ряду пунктов. Он отметил, что в нашем округе используются механизмы проектного управления, что позитивно влияет на результаты. Это подтвердил и глава региона Игорь Кошин. Мы действительно стремимся уйти от роли сырьевого предатка к позиции динамично развивающегося региона, который знает свои преимущества и умеет их использовать с умом. Наше налоговое законодательство – одно из самых либеральных в стране. Сейчас внедряются проекты по 5-процентной ипотеке, развитию туризма, государственно-частного партнерства в сфере услуг. Стороны обсудили участие округа в международной программе о популяризации профессионального образования WorldSkills и развития предпринимательства в социальной сфере. Игорь Кошин предложил ассоциации сделать на территории округа пилотный проект в рамках одной из инициатив агентства. Игорь Девятко предложение поддержал. Разговор о национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах руководитель представительства агентства стратегических инициатив Игорь Девятко продолжил с бизнесменами округа и представителями власти. Национальный рейтинг инвестиционного климата составляется агентством, чтобы узнать о лучших практиках регионального предпринимательства и сделать их доступными. Это первый полномасштабный рейтинг, составленный по 50 показателям, который охватил практически все регионы России. В этом году абсолютными лидерами по интегральному показателю стали Республика Татарстан, Калужская, Белгородская, Тамбовская и Ульяновская области. Нинецкий округ туда не вошел, поскольку ведомства не ведут оперативные статистики по результатам работы предпринимателей. Это, собственно говоря, основная задача, выработать систему постоянного взаимодействия органов власти с предпринимателями, то есть с теми, кому госуслуги они оказывают. Поэтому это одна из причин, собственно говоря, что не всегда органы власти относятся к предпринимателям, как к тех, кто их может потом оценить за ту услугу, которую они нам указали. Также для включения в рейтинг Нинецкому округу стоит повысить долю занятых в бизнесе. Между тем, Игорь Девятка отметил, в регионе оказывается хорошая поддержка малому и среднему предпринимательству. На 1 миллион рублей планируют увеличить бюджет на поддержку НКО в следующем году. В приоритете по-прежнему остаются социально значимые проекты и проекты, несущие реальный вклад в развитие округа. Особое внимание при работе в этом направлении уделяет муниципальным образованиям, в которых некоммерческий сектор развит слабо или не развит совсем. Об этом еще раз отметили глава региона Игорь Кошин и руководитель Департамента региональной политики. Виктор Ильин отчитался о работе ведомства за 8 месяцев этого года. Практически все существующие сегодня в Нинецком округе некоммерческие организации действуют на территории Нарьинмара и поселка Искатели. В этом году они получили поддержку в размере более 10 миллионов рублей или 47 грантов и субсидий. Одна из приоритетных задач для Департамента региональной политики содействовать созданию и развитию некоммерческого сектора и насилия. Давайте вовлекайте наши населенные пункты, наши сельские поселения, некоммерческий сектор. Вовлекайте по полной программе. Работа в этом направлении уже ведется. Запустить процесс планируют уже в этом году. Тем более, что до конца 2015-го бюджет Нинецкого округа получит трансфер из федерального бюджета в размере 7 миллионов рублей на грантовую поддержку НКО. Также в планах на будущий год увеличить поддержку некоммерческого сектора на 1 миллион за счет средств окружного бюджета и снова попытаться получить средства федеральные. Ежегодное привлечение средств из федерального бюджета. В 2016 году будем участвовать в федеральном конкурсе с заявкой на 10 миллионов. Работа уже сейчас ведется. Несмотря на большие успехи в работе Департамента с некоммерческими организациями, глава региона Игорь Кошин поручил ввести больше разъяснительной информации в средствах массовой информации с тем, чтобы население округа понимало, что на развитие социальных и созидающих проектов округ и государство готово давать средства. Активизирую еще работу по СМИ, потому что люди не знают, что не могут участвовать в этих грантах. Люди не знают, что такое некоммерческая организация. О том, что вот эти вот социальные проекты, когда начнете тиражировать, больше давать информации, что это такое, для чего. За истекший период на территории округа было реализовано и три крупных инвестиционных проекта. Один из них направлен на улучшение медицинского обслуживания. Привлеченные средства достигают 1 миллиона 200 тысяч норвежских крон. Возобновляемые источники энергии Заполярья привлечено инвестиции 4,1 миллиона евро. Только вы еще указываете, сколько потрачено наших ресурсов с окружного бюджета. Я попросил привлеченное здесь указать, потому что вставлю своему отделу задачу именно привлекать инвестиции. Оленья шкура высокое качество, сумма привлеченных инвестиций 480 тысяч евро. Соответственно, здесь и огромная составляющая окружного бюджета. Сегодня департамент планирует участвовать в российско-норвежском проекте «Утилизация попутного газа и развитие аквакультуры в НАО». Для этого в норвежский Баренц-секретариат направлена заявка на сумму 430 тысяч норвежских крон. Новый подход получит поддержка коренных малочисленных народов Севера. «Проанализировав ситуацию именно с коренными малочисленными народами Севера, мы пришли к пониманию того, что нам необходимо создать концепцию. С тем, чтобы, как вы ставили задачу, уйти от простого вливания финансовых средств, дать возможность непосредственно коренным малочисленным народам самим зарабатывать деньги. Более того, они сами этого хотят и готовы в этот процесс включаться». Концепция включает три основных направления. Совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей единую госполитику, направленную на обеспечение устойчивого развития КМНС, создание благоприятных условий для коренных народов на территориях их традиционного проживания. Речь здесь идет о национальных поселках и создании благоприятных условий для коренных народов на территориях их традиционной хозяйственной деятельности. Концепция уже одобрена Общественным советом, Ассоциацией ЕСАВЭ и Союзом оленеводов и отправлена в администрацию округа для принятия соответствующих постановлений. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Школьные завтраки в Ненинском округе считаются одними из самых дорогих в стране. Кусть на кормах. Да. А что больше всего нравится? Ну, больше всего нравится каша рисовая. С пылу с жару наши корреспонденты выясняли, во сколько обходятся школьные обеды и соответствует ли качество цене. Зеленый десант. В преддверии зимы в центре города высадили ели, лиственницы и березы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова 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 считается одним из самых дорогих по стране. Невысокая цена сохраняется в сельхозхозяйственных областях центральной полосы Поволжья и юга России. Удалённым регионам, расположенным на Крайнем Севере, в Сибири и Дальнем Востоке, сложнее минимизировать затраты на школьное питание при сохранении его качества и полноты рациона. Самое демократичное по стоимости школьное питание от 56 до 60 рублей в Курской, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях. Приготовление одной порции на Ямале и в Ненецком округе превышает 100 рублей. Самое дорогое школьное питание по оценке портала на Чукотке – более 160 рублей. Кроме того, за счёт бюджетных средств обучающиеся подготовительных и начальных классов Ненецкого округа дополнительно получают молоко и молочные продукты. Дети с ограниченными возможностями здоровья в школе едят дважды в день, а воспитанники интернатов пять раз в день посещают школьную столовую. Дополнительным питанием обеспечены также ученики кадетских классов – посетители групп продлённого дня. Дети из малообеспеченных многодетных семей дополнительное горячее питание получают в выходные и праздничные дни. Всего на обеспечение школьников горячим питанием заложено более 97 миллионов рублей. И несмотря на урезание расходных статей в окружном бюджете, эта цифра меньше не станет. Напротив, сумма индексируется, чтобы сохранить для юных жителей Заполярья полноценное горячее питание. Удовольствие не только от еды. Жители домов в районе детского сада «Радуга» теперь будут радовать красивые пейзажи. В преддверии зимы в центре города высадили ели, лиственницы и берёзы. Деревья и грунт отбирали самым тщательным образом. По специальной технологии проводили и высаживание деревьев. За процессом наблюдала наш корреспондент Валентина Чибичек. У меня вон две лопаты до ведёрка. Ну, я тут помогаю. Ну, деревья сажу. 59 саженцев, 4 камаза грунта и желание украсить город. Этого вполне достаточно, чтобы неблагоустроенных кварталов на Ренмара стало на один меньше. На озеленение территории перед детским садом «Радуга» вышли жители квартала, сотрудники городской администрации и предприятия «Чистый город». Для этого участка конкретно было использовано 59 деревьев, которые мы брали из территории наших лесов. То есть определённые зоны, которые можно брать, разрешает нам определённая организация, всё согласовано. Грунт завозился у нас также местный. Чтобы деревья прижились, сажать их надо по науке, говорят специалисты по благоустройству. Во-первых, саженец выкапывают с корнем и сохраняют родной грунт. Во-вторых, садить куст необходимо на определённую глубину и с корневой лункой. Для защиты от ветра используются колышки. Пока деревце не укоренилось, они помогут ему принять вертикальное направление роста. Шансы, что деревья приживутся, довольно высоки. Все саженцы и грунт местные. Брали мы его с территории гидронамыва. То есть территория, которая будет намываться под строительство. То есть в принципе там он как бы не нужен. А мы его использовали с толком. Теперь ели, лиственницы и берёзы, которые могли быть попросту затоплены, красуются в центре города. План озеленения участка тщательно продуман. Деревья рассажены не только на определённом расстоянии друг от друга, но и так, чтобы сочетались между собой по цвету. Зелёные ели чередуются с жёлтыми лиственницами, а берёзы, высаженные вдоль дороги, будут красиво смотреться на фоне дома из красного кирпича. Периметр детской площадки украсит живая изгородь из шиповника. Красные плоды будут радовать жителей квартала в осенние месяцы. В целом муниципальное предприятие «Чистый город» заготовило более 600 саженцев. Они поселятся во дворах многоэтажек, детских садов, школ и организаций города. Планов по городу таких вот лысых пустых участков очень много. Управление строительства ЖКХ разработало эти планы. И мы готовы озеленять не только этот двор. Этот двор почему? Он универсальный, он ещё и с детской площадкой. Мало того, что он весь по периметру лысый, 10 лет уже стоит. С другой стороны, здесь детская площадка, которую хотелось бы закрыть от дороги. Поэтому зелень, она в городе необходима. Попробуйте мысленно убрать всё зелёное, что есть в городе. Это будет какой-то горлем и каменный мешок. Сажать деревья в Заполярье можно до самых заморозков. Специалисты отмечают, при поздней посадке растения лучше переживут зиму и вовремя зацветут. Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакетах НТВ+, Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго, а далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова